Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прел, и в сегодняшнем видео у нас будет по-настоящему огромная большая распаковка. В сегодняшнем видео я покажу вам все то, что я купила за этот месяц. Из таких торговых ритейлеров, как Alta и Sephora, также мы откроем с вами два бьюти-бокса. Я решила в этот раз просто объединить бьюти-боксы в одно видео, вместо того, чтобы снимать отдельное видео по этому поводу. И также сегодня мы откроем с вами пиар-рассылку от компании StyleKorin, которые прислали мне большую коробку ухода за кожей. И посмотрим, что же отправляют компании в качестве пиар-рассылок мелким блогерам, как мне. Поэтому сегодня будет реально очень интересно, такая, знаете, вечеринка открытия посылок, как-то так. Поэтому, если нравится такой формат видео, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Ну мы начинаем? Поехали! Итак, первое, с чем я хочу начать, это с посылки из Sephora. Я ее уже раскрыла, как можно видеть. И на самом деле я точно знала, зачем я делаю этот заказ. Не просто потому, что я захотела просто рандомно заказать какую-то косметику для обзора. Нет, я в первую очередь хотела пополнить свои запасы ретинола. До этого я использовала ретинол от Murat, и у меня тасоврытка закончилась. И я поняла, что я все-таки как привыкла использовать ретинол там 2-3 раза в неделю, чтобы продлить молодость кожи. Поэтому я решила пробовать на этот раз ретинол от Palos Choice. Это 1% ретинола. Эта сыворотка, она стоила около 45 долларов. И в этой сыворотке есть витамин С и также пептиды. Я начала ее уже пользоваться, я пользовалась ей вчера. Я не знаю пока, естественно, сложно сказать, есть ли какой-то результат или нет. Но мне нравится, как она чувствуется на коже. У меня ни разу не было ни одной сыворотки, которую я использовала бы вечером, чтобы в ней был витамин С. Это что-то новенькое для меня. В принципе, по формуле мне нравится, как эта сыворотка определенно чувствуется. Она больше как кремовая. И на самом деле это мой второй продукт уже от Palos Choice. Palos Choice вообще знаменита больше всего ее тонером с, по-моему, с лицилкой. Вот он прям против прыщей, все хорошо. Но это уже второй продукт. И надеюсь, что в долгосрочной перспективе он очень хорошо себя проявит. Дальше я заказала вот эту сыворотку с витамином С от Gloricep. У меня много ухода от Gloricep. Я люблю этот бренд, потому что у них, во-первых, очень всегда милый дизайн. Во-вторых, Gloricep всегда использует какие-то интересные ингредиенты, чтобы создать очередную классную сыворотку. На этот раз я купила сыворотку с витамином С и гуавой. То есть, я так понимаю, здесь прям настоящий экстракт гуавы. По дизайну он, как и у предыдущего запуска, а именно их сыворотка-праймер, с которыми они вышли, наверное, не знаю, месяца два назад. И это просто стало популярным очень сильно на ТикТок. Тоже самый дизайн у этой баночки. Эта сыворотка призвана улучшить тон кожи и также добавить вашей коже сияние. Что можно ожидать от этой сыворотки? Здесь пять разных типов витамина С. Здесь также есть масло гуавы и фруктовый экстракт, Ferulic Acid и витамин Е. Интересно. И, в общем, я в предвкушении попробую же эту сыворотку. Деленно, давно у меня не было сыворотки с витамином С, которая бы так меня интриговала, и мне хотелось бы ее использовать. Не могу сказать, что у нее какой-то есть запах очевидный. Мне кажется, она больше как без запаха. Я очень переживала, что эта сыворотка будет какой-то жирной, потому что же в ней есть много масел, именно масла гуавы и экстракта. Этого фрукта, но пока что я не чувствую этой жирности, что очень здорово. Будет очень интересно протестировать ее и посмотреть, как это все будет влиять на мою кожу. Надеюсь, что лучшим образом. Третий и последний. Я купила румяна от Milk Makeup. Уж не знаю, что, но меня что-то привлекло в том, как эти румяна выглядели на сайте, как красиво выглядели свочи. Хоть я и понимала, что, скорее всего, это будет что-то, возможно, такое липкое, но я все равно решила попробовать. Подумала, почему нет. И что самое интересное, эти румяна от Milk Makeup, которые описываются как бионические румяна. То есть здесь очень много полезных ингредиентов для кожи. То есть, по сути, это больше даже как уход, чем косметика. И меня это очень привлекло, потому что иногда, когда ты смотришь на состав косметики на сифоде, вот когда-то именно на сайте, а не в магазине, ты видишь там титаниум, диоксид, всякие вот эти химические элементы. И ты вдруг понимаешь, я хочу что-то все-таки натуральное. И, наверное, поэтому меня это привлекло. Первое, на что я обратила внимание, когда раскрыла упаковку этих кремовых румянов, то, что они очень маленькие. Просто посмотрите, какие они крошечные, как это вообще понимать. И здесь мы получаем, знаете, сколько? 8 литров продукта всего лишь. Я взяла оттенок, кстати, самое главное под названием Infinity. И это самый такой светлый базовый оттенок, я бы сказала, розоватый. Эти румяна, они очень прям такие нежные, они не очень пигментированные, как, например, любые другие румяна, кремовые или румяна в стике, но они очень приятные на ощупь. Видите, я нанесла их на руку, они почти исчезли. Вот это и называется, наверное, Clean Brand, что здесь все чистое, все чистые ингредиенты. Ну, посмотрим, мне очень будет интересно нанести их на кожу. Я не хочу верить в то, что эти румяна исчезнут при первом же нанесении. Сделаны они, кстати, в США, и меня очень поразило то, что здесь 90% опять же натуральных ингредиентов. Нам обещают, что эти румяна обогащены экстрактом грибов, гиалуронкой и коллагеном, что очень и очень интересно. Я хочу верить, что все-таки они оправдают мои ожидания. Естественно, пробники, без них никуда. Я взяла вот такую эссенцию от Kiehl's, пробуем ее, я ни разу не пробовала никакого ухода от Kiehl's. Также я взяла пробники тонального крема от Urban Decay. И я взяла также маленький пробник тонального крема от Yves Saint Laurent. Это их новый тональный крем, с которым они вышли буквально, я не знаю, пару недель назад. Вроде как отзывы на него очень классные, насколько я слышала. Поэтому я очень хочу попробовать и посмотреть, понравится ли мне этот тон или нет. И вот так выглядела моя первая посылка. Давайте перейдем теперь ко второй посылке, которую я получила только сейчас. Как вы, наверное, уже заметили, ребят, в Sephora появилось большое количество разнообразных наборов к Рождеству. Обычно, мне кажется, они появляются позже, но в этом году они появились гораздо-гораздо раньше. И мне, как бьюти-голику, бывает очень сложно пройти мимо какого-то классного предложения. Так как сейчас мои волосы подвергаются окрашиванию больше, чем обычно. Я всегда хочу следить за тем, чтобы мои волосы были в хорошем состоянии. И для этого, конечно же, шампунь Olaplex. Вообще, уход, система ухода от Olaplex, это то, что хорошо помогает сохранить волосы, когда ты окрашиваешь их. И также в периоды после окрашивания. Этот набор, он появляется каждый год в Sephora. И на этот раз мы получаем здесь маску перед тем, как мыть волосы. Шампунь, кондиционер и также масло для того, чтобы, ну в общем, нанести на волосы перед тем, как сушить их феном. Честно, когда я увидела, что в этом году мы получаем вот это масло, я поняла, что я хочу этот набор, потому что я давно хотела купить это масло. И вот оно в этом наборе. Я рада, что я его купила. Он не очень дешевый, понятное дело, это Olaplex, 60 долларов. Я думаю, что экономия тут очевидна, потому что мы получаем все эти средства, вариации ухода от Olaplex. Все в одном, вместо того, чтобы покупать каждый из них по отдельности. Поэтому да, мне кажется, что если вы хотите попробовать серию ухода от Olaplex и понять, подходит ли вам этот уход или нет, то мне кажется, набор этот не только отличный подарок для вас, но и для кого-то из ваших подружек. Почему нет? Я рада, что купила его. Вы, наверное, уже видели в моем инстаграме, если вы подписаны на меня. Я, наконец-то, купила эти румяна от Dior. Сколько они были out of stock на Sephora, на сайте Dior. То есть их нигде нельзя было достать. А причина очень простая. В каком-то из видео Кайли Дженнер красил ее визажист. И он говорит, что я использую эти румяна для того, чтобы дать Кайли этот baby look. Ну, в общем, baby cheeks, как-то так. И все сразу ринулись покупать эти румяна. И на TikTok также можно найти, наверное, миллион видео, как каждый пробует эти румяна. В общем, эти румяна получили свою минуту славы. Однако, недавно я смотрела TikTok, по-моему, и сама Кайли сказала, что я никогда не говорила, что я использую эти румяна. То есть, как они стали такими популярными, если Кайли даже вроде как не говорила, что она их использует. Вот это меня немножко поразило, что никто не знает правильного ответа. Так являются они теми румянами, которые Кайли использует или нет? Для меня же я, если честно, не совсем беспокоилась о том, что это любимые румяна Кайли. Я просто хотела пробовать их, потому что я давненько на них смотрела, но из-за того, что я видела на TikTok, как они красиво смотрятся, я поняла, что я бы тоже попробовала их. Эти румяна стоят на минуточку 38 долларов. И просто посмотрите, насколько маленькая упаковка этих румян. Это просто какая-то малютка, если честно. Кстати, если вы видите этот цвет розовый, не беспокойтесь, они не такие яркие упаковки, потому что, когда вы открываете эту упаковку, выглядит совершенно другим образом. Если честно, долго решала, купить ли мне еще коралловый цвет румян или эти, но все-таки решила, наверное, как бы розовый, это всегда, можно как сказать, беспроигрышный вариант. И я решила взять именно эти. Знаете, какая удивительная особенность этих румян в том, что в зависимости от вашего pH баланса кожи, они будут по-разному смотреться на каждом. И кто-то даже сказал в комментариях, вроде девушка говорит, я работаю в Dior. На самом деле эти румяна не розовые, на самом деле это всего лишь спрей, который вроде как делает их розовыми, типа как напыление, да? На самом деле они не розовые, они прозрачные, все такие, что? Поэтому я определенно хочу попробовать их очень сильно. Я много слышала о них разных небылиц. Я просто хочу посмотреть, знаете, как они проявятся на моей коже. И я почему-то считаю, что они не будут такими прям розовыми, как они смотрятся в рефиле. На самом деле у меня сейчас на лице много всего. У меня и бронзер, и кремовый румяна, и поверх них я нанесла обычный румяна, по-моему. Короче, не знаю, мне кажется, пока что я ничего такого не замечаю. Но вообще говорят, что нужно подождать где-то минуты 2-3-5. И как бы тогда они уже проявятся на щеках. 38 долларов. Я помню, когда читала комментарии к этому продукту на Сифоре, многие сказали, что они такие маленькие, что как бы у меня нет ощущения, что я заплатила только что 38 долларов за вот эту маленькую упаковку румян. Я возвращаю их. И оттенок, который я взяла на минуточку, называется 001 Pink. И здесь мы получаем 4,6 грамм продукта. Но зато они очень красивые. Сделаем скидку на это. И на этот раз я взяла просто пробник духов, получается. Да, вот таких духов от Atelier Colgon. Красивенько смотрится открытка эта. И вот таким образом выглядела моя посылка из Сифоры. Я знаю, что у меня не так много товаров, как у любых других битиблогеров. Причина в том, что, наверное, сейчас не так много косметики. Меня действительно восхищает. Или, я бы сказала, вдохновляет также. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что, когда ты покупаешь большое количество косметики, потому что это делаешь же обзоры, ты в какой-то момент понимаешь, что тебе хочется сделать какой-то перерыв, чтобы потом заново получить это вдохновление, чтобы пользоваться косметикой и покупать ее, понятное дело. Мне кажется, если вы тоже снимаете видео или вы обожаете косметику, у вас тоже, наверное, бывают такие периоды, когда, не знаю, вам не хочется покупать что-то новое, и вас не восхищает косметика. В общем, дайте мне знать, если это так, ребят. Итак, давайте сейчас быстренько посмотрим на то, что я купила в Альте. Мой поход в Альту был не совсем спланированным. Я пошла туда только, чтобы купить соль для ванны. Так вот, когда я зашла в Альту, первое, от чего я не смогла отказаться. Нет. Это палетка, наверное, уже знаменитая палетка Too Faced Cinnamon Swirl. Я, если честно, не думала, что я хочу делать на нее обзор. Это больше было, как, знаете, для коллекции, потому что, ну, как бы это хорошие тени, у них хорошее качество. У меня есть палетка с прошлого года, и, как бы, да, это хорошие качественные тени. Вот так смотрится палетка с прошлого года. Сейчас давайте откроем палетку с этого года. Честно, она отдаленно пахнет, как булочки с корицей, но есть что-то похожее. Это интересная гамма, она определенно отличается. Хоть это странно звучит, но она отличается, по моему мнению, от палетки прошлого года. Я даже не начинала еще пользоваться ей. Давайте посмотрим на то, как отличаются или не отличаются эти две цветовые гаммы палеток этого года и прошлого года. Хоть это непопулярное мнение, мне кажется, они похожи, но они разные. Потому что в этой палетке новой, в ней как будто преобладает темно-коричневых оттенков. Да, можно сказать, что в этой палетке, в старой, есть такие же оттенки, как в этой палетке, но все равно, каждая из них, она как бы по-своему уникальна. Возможно, эта палетка, она чуть поинтереснее, потому что здесь есть зеленый, такой пыльно-розовый, оттенок мертвой розы, но здесь оттенки, они тоже интересные. Я тоже хочу ими пользоваться, понимаете? Мне нравится, как эта палетка выглядит. Не знаю, что все так, о, боже, туфейс, типа одни и те же палетки, у каждого свои вкусы, мне кажется, и многие, кто попробовал эту палетку, сказали, да, у них качество классное, вот именно у осенних релизов туфейс, то я согласна с этим. Я все-таки, опять же, покупаюсь для коллекции, как бы, и мне нравится, какое качество я получаю, поэтому туфейс, мне кажется, сделали хорошую работу, хоть это и как бы одни и те же цвета, которые повторяются из года в год, не так ли? Естественно, я не смогла уйти без жидкой помады, которая из этой же серии туфейс. Та же самая тематика, как и у этой палетки, то есть здесь мы видим эти булочки, да, с корицей. Честно, помаду я уже пробовала, и она мне очень-очень понравилась. Я бы даже сказала, я без ума от нее. Это тот самый идеальный, я не знаю, осенний оттенок, который очень комфортен на губах. Эта помада также долго держится, и она невероятно комфортно чувствуется на губах. Я давно не покупала помаду от Эфейс, это, наверное, первый раз за, там, сколько, 5 лет. Давайте я вам покажу свочи ее. Пахнет она, кстати, классно. Пахнет она примерно как эта палетка, но чуть слаще. Такой оттенок с терракотовым каким-то подтоном. Очень красиво смотрится на губах, в особенности, если вы используете эту жидкую помаду с палеткой. Это, наверное, странным покажется, но мне сейчас нравится гораздо больше именно жидкие помады, чем обычные, потому что, понятное дело, дольше держатся такие помады, и как-то их проще наносить, что ли. Меньше шанса на ошибку. Далее, я не смогла пройти мимо стенда с новыми, ну как новыми, не совсем новыми, но помадами от NYX. Честно, все было на этом стенде разобрано, раскуплено, не было каких-то нормальных вот оттенков типа такого. Просто все было подчистую разобрано. Понятное дело, почему это тикток-тренд. Эта помада, наверное, с того момента, как она вышла, она стала супер популярной на тиктоке, и, наверное, поэтому люди ее разбирают, как горячие пирожки. Я взяла вот такой оттенок, более-менее базовый. Я хотела сначала взять такой красный оттенок, потому что, как вы можете видеть, я сейчас люблю использовать красную помаду, но потом подумала, что лучше возьму безопасный оттенок и буду знать, что он мне, скорее всего, подойдет. И прикол этой помады, как вы знаете, когда вы носите ее, так, вот, допустим, вы носите жидкую часть этой помады, потом затем вы доносите эту часть, прозрачную. Эта помада, она выглядит блестящей, сияющей, но на самом деле она не оставляет следов, когда вы, допустим, пьете чай или целуетесь. Я нанесла ее очень много, поэтому я сейчас подожду, пока она засохнет, и потом нанесу этот слой. Я слышала очень много и видела много тиктоков об этой помаде. В итоге такая, окей, почему бы не взять ее? Дайте мне знать, ребят, если вы пробовали эту помаду, понравилась ли она вам или нет. Очень интересно, кстати, до России они уже доехали или нет. Также будет интересно это узнать. Дальше я приобрела это такая рандомная покупка. Но это тени от Colourpop Color Sticks. Кстати, вчера вечером я была на сайте Colourpop, у них вышла новая коллекция. И я такая, хочу ли я что-то купить или нет. В итоге я смотрю в свою корзину, и у меня там, не знаю, 6 помад, палетка, там какие-то еще лип-тинты их. И в итоге, как всегда, ты кладешь в корзину это, потом ты думаешь, да, наверное, не нужно не все это. Поэтому дайте мне знать, ребят, если вам интересен Colourpop. Хотели ли бы увидеть их новые помады, с которыми они вышли, и палетку дайте мне знать. В общем, я не знаю, зачем я взяла этот стик, но сейчас я вспомнила, что у меня была идея создать очень такой трендовый макияж. И для этого нам нужно использовать тени либо в стеке, либо просто использовать кисть плоскую, нанести тени вот таким образом, обведя века. Это больше для креативности во мне. Он невероятно масляный, ребят, посмотрите просто на текстуру. Вау! Мне очень нравится, как это смотрится. И также в подарок мне дали вот такой маленький гель для того, чтобы брови хорошо уложить от Benefit. Обожаю Benefit. Использую их карандаш каждый день. Наверное, самый лучший карандаш на рынке. Мне кажется, вы согласны со мной, ребят. Ну что, давайте, ребят, теперь перейдем к распаковке наших бьюти-боксов. Ура! Для меня, если честно, когда я получаю свои бьюти-боксы каждый месяц, для меня это, знаете, ощущение какого-то праздника, распаковка подарков. Ощущение сюрприза, я бы сказала так. Это мне очень нравится. Давайте же начнем с бьюти-бокса от Boxy Charm. Что мне очень нравится, в этом месяце бьюти-бокс от Boxy Charm, он прям хорошего такого размера. Очень часто они отправляют маленькие по размеру боксы, и ты думаешь, наверное, там ничего нет интересного. Когда ты видишь бокс хорошего размера, большого, ты почему-то уверена, что там будет много всего интересного. И вот таким образом выглядит бьюти-бокс от Boxy Charm. Я не буду вам показывать много спойлеров. Давайте сначала начнем с этой карточки, на которой написано BTS. Вот таким образом выглядит карточка нашего бьюти-бокса. Первое, что я вижу, это маска от Glam Glow. Называется она Youth Mood. Это очень крутая вещь. Я точно уверена, что это недешево стоит. Я так понимаю, что эта маска, она против прыщей, антиэйджинг, морщины, гладкость кожи и сияние. То есть, мне кажется, у меня такой нет еще. Что очень интересно, в составе этой маски есть глина, что-то вулканическое, и также экстракты зеленого чая, что очень и очень круто. Здорово, мне кажется, мы начали прям супер-классно. Я в восторге. Далее мы видим набор кистей, я так понимаю. Очень красиво упакованно, мне нравится. Мне кажется, давненько мы не получали никаких кистей в наших бьюти-боксах. Прям давно. Хорошие такие, знаете, добротные кисти. Написаны здесь для чего они. Бренд, кстати, называется Alina Badro. Не удивлюсь, если эти кисти стоят под 100 долларов. Эти кисти стоят 58 долларов. И, в общем, как я и права была, это большая кисть у нас для контуринга, вторая кисть для растушевки, и третья для более ювелирной работы, ювелирного нанесения, допустим, теней, что-то вроде того. А, не могу сказать, что я прям такая, вау, кисти. Давайте посмотрим дальше, что нас ждет в этом бьюти-боксе. Дальше мы видим праймер от бренда, который я не знаю. Джорджет Клингер. Извиняюсь, если я неправильно произношу название. Праймер с маслом Марулы. Интересный бренд. Интересно, иногда, знаете, увидеть какие-нибудь новые бренды в этих бьюти-боксах. Далее мы видим гель для бровей от бренда, который называется Saint Lux. Тут сразу написаны, кстати, ингредиенты на упаковке. Типа, продукт с чистыми ингредиентами, я бы сказала так. И вот так выглядит этот гель для бровей. Гель для бровей прозрачный, никогда не бывает лишним, потому что у меня сейчас нет ни одного прозрачного геля для бровей. Все имеет пигмент в себе. И последнее, что мы видим, это помада от бренда Real Hair. Мы много получаем этого бренда в наших боксах. Это как бы уже неудивительно. И я не помню, чтобы мне он прям очень понравился. Сори, у меня разжигалась камера. Ребят, просто посмотрите на то, как красиво смотрится упаковка этой помады. Это прям, знаете, люкс-люкс. У меня такое почему-то... Есть ощущение. Так, как она открывается у нас? Окей. О, это жидкая помада. Понятно. О, посмотрите, какой красивый цвет. Прям идеальный цвет на осень. Такой, знаете, немножко гранж. Возможно, будет слишком темным на мне. Я пока еще не решила, буду или пользоваться этой помадой или нет. Но, прикольно. Мне кажется, мы получили очень даже прикольные продукты в этом бьюти-боксе. Конечно, не все, прям вау. Но есть продукты, которые пригодятся в хозяйстве, да, если ты делаешь макияж почти каждый день. И небольшой рекап. Это помада от Real Her стоит 18 долларов. Гель для бровей прозрачный. Она стоит 22 доллара. Крамер для лица стоит 32 доллара. Кисти 58. Невероятно, нереально большая завышенная цена. И самое главное, маска от Glam Glow стоит 60 долларов. Мне кажется, маска сделала эту коробку. То есть, если бы не маска, этот бьюти-бокс не был бы таким восхитительным и интересным. А вы как думаете, ребят? Пишите в комментариях. Давайте перейдем теперь к нашему бьюти-боксе от Ipsy. Честно, в этом месяце у меня были большие надежды на бьюти-бокс от Ipsy. В этом месяце, вернее, в прошлом месяце, да, в прошлом месяце был большой выбор классных товаров. И когда я смотрела на товары, которые они предлагали добавить туда, я не помню, правда, уже что я добавила, я прям была удивлена разнообразию брендов и новизнение которых продуктов. Честно. На минуточку, если вы не знаете, это у меня Ipsy Glam Bag Plus. То есть, это не самый базовый бьюти-бокс. Это чуть подороже. Я плачу 25 долларов за оба эти бьюти-бокса. Но, в общем, это у меня Glam Bag Plus. Тогда как BoxyCharm, это у меня обычный базовый бокс. Первое, что мы видим, это... Я так понимаю, это крем. Что-то я замечталась, наверное. Это гелевый крем от Murat или Murat. Крем, он без масел. Murat или Murat, очень дорогой бренд. И мне кажется, упаковка, она также говорит за себя. У меня как раз закончился мой крем, поэтому я в нетерпении пробовать его уже, даже возможно, сегодня. Знаете, иногда бывает реально такое, что что-то заканчивается у тебя, ты не успеваешь это купить, и вдруг ты получаешь то, что закончилось у тебя в бьюти-боксе. Это самое крутое чувство, мне кажется так. Далее мы видим умывалку от бренда Sur Medic. Это корейский бренд. Я точно помню, что я даже сама покупала что-то от этого бренда. У них классные ингредиенты, очень. Это умывалка с гиалуронкой, и она, я так понимаю, для чувствительной кожи также очень хороша. Ну вот, наконец-то мы нашли нашу сумочку за этот месяц. Честно, мне не очень нравится дизайн этой сумочки. Мне кажется, это не смотрится, ну, как бы, классно, интересно. Не знаю, смотрится как-то дешево. Далее мы находим в нашем бьюти-боксе крем от глаза от бренда Sweet Chef. Sweet Chef. Сладкий шеф. В составе этого крема витамин С. Очень интересная комбинация. Мне кажется, я такого ни разу не встречала в кремах. Вот таким образом смотрится этот крем. Честно, пока что я даже не вижу чего-то прям такого особенного. Слава богу, что он не желтый. Слава богу, что он не окрашивает кожу. Бренд Сладкий шеф. Это бренд, который я точно помню, я видела в Alt. И я точно знаю, что многие его любят, обожают этот бренд. И он также какой-то органический, там, веганский, все такое, все круто. Прикольно. Мне кажется, мы очень даже хорошо начали. Окей, этот бокс у нас именно ухода за кожей лица. То есть, сегодня у нас, по-моему, нет косметики в нашем Ипси-боксе. Мы находим вторую умывалку для лица. И бренд называется Неоджен. Я знаю бренд Неоджен корейский. Он потрясающий. У них очень много классных продуктов. Я до сих пор использую их с эссенсу каждый день. И я очень рада, что я использую, потому что, мне кажется, она делает что-то хорошее с моей кожей. Чем же отличается эта умывалка от предыдущей нашей корейской? Окей, эта умывалка, она очень хороша для кожи, на которой было большое количество, допустим, воспалений. И у вас остались эти фигментные пятна. То есть, она борется именно с этой проблемой. Прикольно. То есть, это у нас пенная. Пенная умывалка тогда, как эта умывалка, она просто как бы обычная текстура умывалки. Окей. Я не знаю, если честно, пока что, довольна ли я этим боксом или нет. Потому что, ну, окей, мы нашли что-то из косметики. Это уже радует. Это румяна от Лауры Геллер. Мне кажется, в одном из прошлых видео, когда я делала распаковку Ипси, я нашла палетку от Лауры Геллер. Я сказала, что я не знаю насчет качества этого бренда. И многие сказали из вас, что у них очень классные, извиняюсь, хайлайтеры. И когда я увидела, что можно добавить в этот бокс румяна от этого бренда, я поняла, что я хочу их попробовать. Это запеченные румяна, как можно видеть. Мне кажется, по текстуре они очень могут быть похожи на Hourglass. Made in Italy, что мы любим. Также сделаны они в Италии. Очень даже красиво смотрится цвет. Я очень боялась, что они будут смотреться, например, я не знаю, слишком какими-то красными. Но мне кажется, он смотрится очень-очень даже красиво. И по текстуре они действительно очень такие мягкие. И здесь, кстати, есть зеркало, что тоже очень классно. И да, это все, что мы получили. Вот здесь карточка, в которой говорится о тематике этого бокса и так далее. Да, прикольно. И это все. Если я буду честна, я не могу сказать, что какой-то из этих двух боксов является у нас сегодня победителем. В каждом из этих боксов было хорошее наполнение за те деньги, которые я заплатила. Но меня немножко расстроило, что все-таки в бьюти-боксе от Ипси мы получили такое большое количество ухода. Может, это, конечно, моя вина, что я не увидела, что у меня слишком много ухода в этом боксе. Я выбрала сама, например, еще одну умывалку вместо косметики. Но, в общем, факт остается фактом. Мне кажется, все-таки, возможно, даже бьюти-бокс от Бокси-Чарм в этом месяце был, наверное, чуть получше. И интереснее, самое главное, чем бьюти-бокс от Ипси. Мне интересно ваше мнение, ребят, что вы думаете об этих двух бьюти-боксах? Какой вам понравился больше всего? Ипси или Бокси-Чарм? Жду вас в комментариях. Что, ребят, теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что же мне прислали Style Korean в качестве их пиар-рассылки. Если честно, я была в большом восторге увидеть, насколько огромная коробка ухода, которую они прислали. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот таким образом это выглядит. Она просто огромная и наполнена она снизу доверху. Первое, что мы находим в этой коробке, это бренд, который называется Centella N24. И этот бренд специализируется на изготовлении ухода с добавлением Centella азиатской. Я погуглила, и оказалось, что Centella, которую они используют в качестве ингредиента в их уходе, она супер качественная какая-то. Наверное, поэтому я в предвкушении посмотреть, что же это за уход такой с Centella. Я точно знаю, что Centella невероятно классный ингредиент для проблемной кожи. И первое, что мы здесь находим, это крем с Centella азиатской, Madeca Relief Cream. И я была в шоке, но оказывается, на этот крем очень много хороших отзывов. И этот крем, насколько я помню, фигурирует во многих постах на корейских веб-сайтах, а типа до и после. То есть люди с проблемной кожей использовали этот крем, и результат после он просто волшебный какой-то. Этот крем направлен на борьбу с морщинами, лифтинг эффект, и также небольшое такое осветление кожи, ничем почти не пахнет, и текстура у него очень приятная, такая гелевая. Мне нравится гелевая текстура, наверное, больше, чем просто обычные текстуры у кремов. Давайте посмотрим дальше, что же нам отправили. Далее мы видим маску для лица от этого же самого бренда Centellion 24. И в этом наборе я открыла, чтобы посмотреть, что это за маски. Очень много масок для лица. Вот Style Karen, как, знаете, угадали, что у меня нет ни одной маски для лица. Они у меня закончились, и вот они мне прислали это. Очень круто. Опять же, тот же самый эффект, я так понимаю, можно увидеть, используя эту маску. Увлажнение кожи, борьба с морщинами, и я так понимаю, с проблемной кожей. Почему-то у меня Centellion ассоциируется именно с проблемной кожей. Очень прикольно. Сейчас я смотрю на состав. Состав, он прямо-таки внушительный, хороший, много очень хороших и качественных ингредиентов. Далее в этой коробке мы находим тонер, то есть этот тонер, он способен успокоить кожу, он так и называется Relief Toner. И, кстати, в этом тонере, как и в креме, есть Centella азиатская, 82% целых. Тонер, как раз только у меня тоже заканчивается. И вот таким образом смотрится упаковка этого тонера очень добротно сделана, как будто бы это стекло. Но, возможно, это больше плотный пластик. И последнее, что мы видим, это крем для глаз, вот этого же бренда Centellion 24. И, конечно же, этот крем для глаз способен сделать все то же самое, что и вся эта серия, а именно лифтинг эффект. Возможно, даже избавление от морщин. Эта коробка у нас закончилась, но это еще не все. Нас ждет много всего интересного. И далее мне прислали много продуктов из серии одного бренда, которая называется Axis Y. И серия, которую мне прислали, она очень хорошо подходит для кожи с склонной к воспалениям или просто к проблемной коже. Первое, с чего мы начнем, это то, с чего мы начинаем наш уход, ну, после бальзама для снятия макияжа. Это умывалка. Эта умывалка, она с Киноа. Кстати, линейка, которую мне прислали, называется 6 плюс 1 плюс 1. Вот как раз таки она для проблемной кожи. Как раз таки из-за того, что в этом геле есть экстракт Киноа, он невероятно хорошо подходит как раз таки к коже, склонной к воспалениям, потому что он очень нежно очищает. Вау! Мне нравится упаковка, определенно есть в этом своя эстетика. Очень нравится, что я могу видеть, сколько у меня осталось продукта в этой упаковке. Как раз у меня иногда бывают периоды, когда у меня на лице много воспалений. Эта линейка, она мне кажется, очень-очень пригодится. Именно в эти моменты. Далее мы находим тонер, то есть это тритмент тонер, в котором основной компонент это Центелла Азиатская и также BHA 05. То есть здесь есть небольшое содержание кислоты. И этот тонер способен нежно удалить омертвевшие части кожи. Также он способен сбалансировать выделение кожного сала, улучшить тон кожи и текстуру для того, чтобы ваша кожа сияла. У меня ни разу не было тонера с Центелла Азиатской и к тому же с BHA, с кислотой. Очень-очень здорово. Кстати, ребята, вы пробовали что-нибудь из этой марки, этой серии? Очень будет интересно это узнать. Далее мы находим ампулу для лица. И ампулу мы обычно наносим перед сывороткой. И сама ампула способна не только увлажнить кожу, но еще и уменьшить раздражение, успокоить кожу и, в общем, создать тот самый естественный барьер кожи, чтобы защитить ее, возможно, даже в течение всего дня. И вот таким образом выглядит упаковка этой ампулы. Мне очень нравится дизайн. Он очень смотрится как эстетично. Она пахнет как что-то алкогольное здесь, спирт. Вы знаете, а сейчас уже нет этого запаха, как будто бы он улетучился. Очень интересно, есть ли в составе спирты какие-либо. Я вижу, да, здесь есть немного алкоголя, он может быть на седьмом месте. Это то, что я почувствовала сразу же, причем. Далее, естественно, мы переходим к сыворотке. И это сыворотка с экстрактом нецинамида, и это как раз таки тот ингредиент, который помогает избавиться от пятен после прыщей. И эта сыворотка, она в такой вот упаковке, как от крема. Это очень интересная упаковка, определенно. И помимо нецинамида, в составе сыворотки есть сквалин и также экстракт фрукта. Очень-очень прикольно. И последнее, что мне прислали из серии этого бренда, это гелевая маска, которая называется New Skin Resolution. И в составе этой маски 2% нецинамида и также Центелла азиатская. И эта маска способна тут же успокоить кожу и сделать ее более сияющей. Давайте же посмотрим, как она выглядит. Мне нравится формат этой маски. Мне нравятся стали маски именно в банках. Ну, иногда я просто понимаю, что это гораздо более экономично использовать маску из банки, чем маску одноразовую. Правильно же? Оу, хоть у нее очень интересная текстура у этой маски, такая какая-то зеленая. Она похожа на какую-то, не знаю, бодягу, что ли. Но пахнет она приятно, надо сказать. Это большой плюс. Вот так она выглядит. Я ее на себя пролила. Боже. Я пролила на себя, и ничего страшного. Но эта маска мне понравилась по своей текстуре, как это ни странно. Мне кажется, это то, что я буду использовать как минимум раза 3 в неделю. Я обожаю использовать маски для успокоения кожи. Корейские часто. Особенно, когда я знаю, что мне это нужно, потому что моя кожа требует этого. А поэтому, да, круто. А далее мы посмотрим на другие бренды, которые не менее популярны и известны в Корее. Первый бренд, с которым я знакома не понаслышке, это бренд Pyunkang Yol. Надеюсь, я правильно произношу его. Нам отправили ампулу увлажняющую. Я точно помню, что у меня есть такая ампула, поэтому я лучше отложу в сторонку этот продукт, потому что я не хочу открывать и использовать то, что у меня еще есть, еще даже не заканчивается. Точно могу сказать, что эта ампула, она классно действует на кожу. Я использую ее вместе с сывороткой из этой же серии. И она очень классно охлаждает кожу, а подходит для всех типов кожи, это я точно знаю. Дальше в этой ссылке от Style Korean я нашла гель, который успокаивает кожу. В составе имеется алоэ и экстракт прополиса, что очень классно для кожи, которая, например, распалена или которая, например, как мне кажется, была подвержена солнцу, если у вас, допустим, солнечный ожог. Я, кстати, люблю использовать такие гели с алоэ, в особенности, когда я использую Дарсонаваль. И по текстуре этот гель, он выглядит просто как обычный гель, я бы сказала так. Определенно то, что я буду использовать, когда я делаю какие-либо процедуры на лице дома. Прикольно. И дальше мы видим, опять же, что-то от Pyunkang Gill. Это Black Tea Reverse Cream. У меня уже есть такой крем, я его использую по ночам, как правило. И мне нравится он, поэтому я пока не буду открывать его, потому что у меня уже есть такой же крем, и я еще работаю над ним, но это очень хорошая вещь. Я не могу сказать, что этот крем панацея, да, от, я не знаю, увядающей кожи под глазами, от морщинами, но как бы когда я использую его, я точно вижу, что как будто бы у меня, возможно, даже уменьшаются вот эти синие сосудики под глазами. Далее мы видим крем успокаивающий от бренда Pyunkang Gill. Это очень круто, потому что успокаивающих кремов никогда не бывает много. Крем способен увлажнять кожу, успокаивая ее, также защищая ваш естественный барьер кожи. Почти запаха нет. Кстати, по-моему, у всех продуктов от бренда Pyunkang Gill, в них нет запаха, потому что этот бренд, он был создан в больнице, типа как кожный диспансер, что-то вроде того, и они создают продукты без запаха, потому что запахи, понятное дело, они иногда не очень хорошо влияют на состояние нашей кожи. По-моему, это последнее. Последнее, что мы находим, это тонер увлажняющий и также успокаивающий тон от бренда Pyunkang Gill. Опять же, да, то есть это глубокое увлажнение и успокоение кожи. Безумно нравится упаковка этого средства. Посмотрите, как это классно смотрится. Я обожаю такие упаковки, потому что такие упаковки, они помогают тебе, например, использовать тонер больше и так далее. То есть это реально очень-очень красиво. Это как плотный пластик, я бы сказала так. Маленькое количество аромата есть в этом тонере, но мне он уже нравится хотя бы из упаковки. Я вижу, что здесь есть экстракты чайного дерева, экстракт камелии, пантенол. Дайте мне знать, ребята, если вы использовали этот тонер хоть раз от Pyunkang Gill и понравилось ли он вам или нет. Мне очень интересно сейчас, насколько мои зрители любят использовать корейскую косметику или вы все-таки больше по-американской будете. Это очень интересно узнать. Мы закончили с распаковкой большой посылки от Style Korean. Спасибо большое за то, что отправили мне столько много ухода за лицом. Теперь я точно знаю, что моя кожа будет выглядеть как никогда хорошо. Я в восторге. Честно, спасибо большое от Style Korean. Мне кажется, это будет очень длинное видео. Я заранее извиняюсь, если это так. В любом случае, надеюсь, что это видео вам понравилось. Надеюсь, что оно было для вас легким и веселым. И в то же время интересным и богатым на информацию. И на этом, пожалуй, я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Я хочу пожелать вам хороших выходных, отличного настроения на выходные. И всегда оставайтесь красивыми. Ваша Юля. Не прощаюсь. Всем пока.